Друзья, привет! Решил на один ролик отойти от автомобильной тематики и рассказать вам о покупке, сборке и установке электрокарниза с Алиэкспресс. Смотрите, я раньше покупал все время электрокарнизы российской компании Овнис, и они меня полностью устраивали как по качеству, так и по цене. Но в этом году, когда я решил установить электрокарниз в комнате дочери, я узнал, что электрокарнизы Овнис подорожали практически в два раза, что не порадовало. И посмотрев на сайт Алиэкспресс, я увидел, что наоборот, практически в тех же комплектующих, электрокарнизы наоборот подешевели. И если бы электрокарниз в комнату дочери обошелся бы мне где-то в 28 тысяч рублей, то электрокарниз на Алиэкспресс мне вышел где-то, по-моему, в 8 с половиной тысяч рублей. И я решил не отказывать себе в этом предложении. Заказался Алиэкспресс с быстрой доставкой через ДЭК, мне доставили электрокарниз, по-моему, в течение трех или пяти дней, в очень быстром промежутке времени. И вы можете посмотреть, что пришло. Пришел мотор фирмы ТОЭ с возможностью подключения к Алисе и сам карниз, который разобран в четыре детали. Это, наверное, самый основной минус по сравнению с электрокарнизом Овнис, потому что электрокарниз Овнис можно купить как целиковый полностью под ваше окно, либо разобранный на две части. Например, мне нужен был электрокарниз длиной около трех метров, то есть 2 метра 890 миллиметров. Электрокарниз с Алиэкспресс заказать именно под ваш размер не получится, придется заказывать какой-то универсальный размер. Например, 2,5, 2,7, 2,8, 3 метра, 3,2. Вот я взял подходящий по мне метраж с запасом, но нужно учитывать, что вам придется подрезать сам карниз, алюминиевую раму под ваш размер. Это вот самый основной минус и неудобство. Но разница в цене оправдывает небольшие сложности. Правда, в отзывах я читал, что некоторые покупатели договаривались с продавцом, и им продавец сразу в магазине подрезал необходимо под их размер карниз и отправлял им уже готовые изделия, и им приходилось его просто собрать. В данном случае мне пришел карниз 3,2 метра, и мне нужно было отрезать в районе 30 с чем-то сантиметров. Все электрокарнизы, предлагаемые на Алиэкспресс, они по факту практически одинаковые, состоят из электромотора и самого алюминиевого карниза. Смотрите, здесь первый момент. Многие магазины продают отдельно электромотор, отдельно карниз, и вам нужно выбрать именно комплект, если вы хотите купить все сразу, а не по отдельности. Смотрите, если вы будете покупать мотор или хотите подобрать, то, как правило, я обратил внимание, что посадочные места под китайские моторы, они практически у всех одинаковые и, скорее всего, взаимозаменяемые. Чтобы подрезать электрокарниз, необходимо его разобрать, вынуть крепление для штор, вынуть движущуюся ленту и, соответственно, замерить необходимый кусок металла, который вы будете подрезать. Смотрите, я подрезал крайнюю часть, потому что здесь есть определенные моменты, так как подрезание нужно сделать правильно, под правильным углом, и чтобы все стыковалось хорошо, идеально. Если у вас будут изгибы либо зазоры, то ваш электрокарниз может заедать и неправильно работать. По этой причине, например, я подрезал крайнюю часть, там, например, где я точно знал, что штора уже не будет двигаться из-за того, что она там просто собирается в углу. Но позже я понял, что лучше всего подрезать на двух деталях, которые вы будете устанавливать в центре, потому что в центре механизм, который движет шторы, они через соединение не будут переходить, они там будут просто встречаться, и, соответственно, в центре, если у вас будут какие-то зазоры, либо искривления, никак не скажется на работе самого электрокарниза. Имейте в виду на будущее. Разбирается просто магазины на Алиэкспресс, в том числе и Овнис, предоставляют инструкцию по разбору. Снимается все просто, вы можете увидеть это на видео. Подрезается, соответственно, железный элемент, как я говорил, и необходимо подрезать саму ленту зеленого цвета, которая движет шторы, которая работает вместе с мотором. Ленту лучше всего подрезать с двух сторон, чтобы сразу отрегулировать движение и остановку штор по центру. Смотрите, вам придется ленту подрезать в двойном размере по сравнению с тем железным элементом, который вы отрезали. То есть, если вы отрезаете 30 сантиметров, то вам нужно будет подрезать 60 сантиметров. Как вы видите на видео, я замерял, несколько раз сравнивал, и здесь нужно быть очень осторожным, потому что, если вы слишком много отрежете от ленты, то это приведет к тому, что у вас электрокарниза не сможет работать, у него будет перенатяг, не соединятся линии. Единственное, что там есть возможность для регулировки в креплениях, которые крепятся на ленту. Но я рекомендую сначала отрезать как бы с запасом, то есть, чуть-чуть меньше той величины, как вы видите на видео. Я подрезал сначала чуть меньше, потом сравнивал, насколько соединяется сам карниза. Соединив ленту, должен состыковаться жестко, то есть, не должно быть прогалов и зазоров. Тогда ваша лента правильно соединена. Если лента будет слишком много, то вы не сможете соединить карниз, то есть, карниз вы соединить, но движение штор будет неправильным и некорректным. Все очень просто. Вы проверяете, подрезаете. Если вы натягиваете ленту к двум краям, и у вас получается, что карниз, алюминиевый элемент карниза соединяется в общую линию, значит, вы подрезали правильно. Только единственное, нужно учитывать зазор, который есть между лентой, небольшой в соединительном элементе. Все, подрезав правильно ленту, собрав обратно элементы шторы, вы соединяете жесткую фиксацию к карнизу и затем устанавливаете крепления для потолка. Например, в данном случае я просил, мне необходимы были крепления для потолка, а также существуют крепления боковые, то есть, на стену. Смотрите, лучше всего первые два крепления, когда вы будете размещать, то есть, на каждом железном элементе должно быть по два крепления, но нужно учитывать, что, так как мотор тяжелее остальных деталей и шторы, как правило, собираются в краях и будут больше всего вешать, то вам правильно нужно распределить крепления на боковых элементах карниза, то есть, чтобы выдерживало и мотор, и шторы. Я рекомендую размещать крепления ближе к стене, единственное, с тем условием, чтобы не мешало пластиковому элементу боковому на карнизе, и, соответственно, вы могли бы свободно проделать дырки для карниза. В комплекте идут дюпеля, единственное, я могу забежать вперед и сказать, что, конечно, крепление на карнизах Овнис выполнено более грамотно и проще его устанавливать. Например, в данном случае нужно закрепить крепление у китайского электрокарниза, у китайского карниза прямо к потолку вместе с карнизом, а Овнис позволяет закрепить сначала крепление, а потом на эти крепления установить сам металлический карниз, ну, в данном случае он алюминиевый. Другая положительная сторона электрокарниза, например, Овнис и других электрокарнизов, которые профессионально, можно так сказать, предоставляются, в том числе с установкой в том, что, как я и сказал, что когда карниз сам состоит из меньших деталей, то качество работы электрокарниза лучше, нежели чем у многосоставного. Смотрите, мне не очень понравился механизм крепления. Да, вроде бы он предоставляет жесткость, но все равно после установки карниза пришлось чуть-чуть регулировать направляющие в алюминиевом карнизе, чтобы шторы не заедали и механизм движения штор не заедал. Казалось бы, все собрано правильно, все, ничего не заедает, когда все лежало на полу, но после установки на потолок, так или иначе, мы иногда чуть промахиваемся с креплениями, появляются небольшие, возможно, сгибающие моменты на карнице и появляются небольшие, возможно, зазоры. Но их, в принципе, легко поправить той же отверткой и помочь механизму электродвигателя штора двигаться свободно, без препятствий. Все, собрав электрокарниза, я сначала проверил его работоспособность от пульта, затем проверил работоспособность от телефона и после этого соединил к колонке Алиса, и мы проверили, как он работает с Алисой. Никаких проблем не было. Установлен был карниз на потолок и в соответствующую нишу, и дочь вполне довольна. Но теперь она может по утрам и вечерам открывать и закрывать шторы голосовой командой. Я считаю, что своих денег данный электрокарниза вполне стоит и даже больше. В принципе, чуть-чуть приложив руки, в отличие от других заказных карнизов, мы получили желаемый результат. Тот, который вполне без проблем работает с колонкой Алиса, и в отличие уже от карнизов, например, других, которые были профессионально предоставлены и собраны, никаких не видим. То есть, мне результат очень понравился. И плюсы, то, что это получается в несколько раз дешевле вышло по сравнению с другим электрокарнизом, который я заказывал ранее. Кстати, электрокарнизы, которые у нас установлены в загаданном доме, они составные. Но также я отмечу, что у них чуть другая система составления идет с двух сторон. И вот это вот решение, карнизы полностью, когда они составляются в одном пятне контакта с двух сторон, мне больше понравилось. Выглядело и работает это все-таки надежнее. Алиса, закрой штокер. Алиса, открой штокер. Алиса, закрой штокер. Алиса, закрой штокер. Алиса, закрой штокер. Алиса, закрой штокер. Продолжение следует...